Что станет с северным потоком после ухода Меркель? Политолог КФУ рассказал, как могут измениться русско-немецкие отношения. Объем, качество наших взаимоотношений кардинально изменились, конечно, в лучшую сторону. Я хочу выразить надежду на то, что после выборов, после смены правительства, эта тенденция будет сохранена. Во время большого интервью Клавврач университетской клиники ответил на актуальные вопросы о COVID-19. Кол-центр Казанского университета поможет решить проблемы со здоровьем. Я сотрудник кол-центра КФУ, у меня зовут Евгения. Чем я могу вам помочь? Всем привет! В эфире Универтньюз, а в студии Александра Шестакова. В Музее истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения Казанской премии имени Евгения Завойского среди молодых ученых в области физики. Победители получили дипломы и памятные статуэтки. Подробнее смотри в одном из следующих выпусков. Германия формирует новое правительство, а канцлер Ангела Меркель уходит в отставку. Политолог Казанского университета рассказал, как результаты парламентских выборов повлияют на русско-немецкие отношения. 26 сентября в Германии прошли парламентские выборы, изменившие расстановку сил на политической карте страны. Впервые с 2005 года Христианско-демократический союз, возглавлявший правительство, уступил в гонки социал-демократической партии. Факт победы по демократической партии в Германии, он не является очевидным фактом. Для того, чтобы сформировать правительство, в Германии нужно иметь 50% голосов. Для того, чтобы правительство было легективным, нужно образовать альянс какой-то другой партии. В данном случае мы, скорее всего, будем наблюдать движение больших партий, это опять СДПД и ХДС, как это было и раньше. Только разница будет состоять в том, что СДПД будет основной силой, а ХДС как-то идет дополнение. 16 лет назад канцлером Германии стала железная фрау Ангела Меркель. При ней был запущен газопровод «Северный поток», пересекающий Балтийское море и обеспечивающий Европу российским энергоресурсом. Новому лидеру предстоит сохранить не только существующие договоренности, но и возглавить еще более масштабный «Северный поток-2». «Северный поток-1» и «Северный поток-2» для российской экономики – это возможность не зависеть от желаний, претензий, а иногда и прямого шантажа нескольких стран-транзитеров, через которые проходили газопроводы, построенные еще при Советском Союзе. Я имею в виду в первую очередь Украину и Польшу. Технически «Северные потоки» могли бы быть не построены, и при этом объемы прокачки газа могли сохраняться теми же самыми, что и ранее. Но сейчас, при наличии этих потоков, Россия имеет возможность оперативно маневрировать маршрутами транспортировки газа. Возможными преемниками Меркель названы Армин Лошетт, Олаф Шольц, Энна Лена Бербак. Однако не все из них заинтересованы сохранить хорошие отношения с Россией, считает политолог Роман Теньковцев. Одна единственная партия, которая очень резко выступала против «Северного потока», это партия «Зеленых». На эти партии, наверное, имеет смысл обратить внимание, потому что вообще эта партия имеет очень агрессивную риторику в отношении российской политики. Она имеет такую же агрессивную риторику в отношении Китая, осуждая нарушение прав человека, осуждая нарушение экологических норм и так далее. Что касается двух больших партий, то, скорее всего, мы здесь будем видеть продолжение диалога и развитие приоритетных направлений сотрудничества, таких как «Северный поток» была. Лидер, победивший социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что собирается создать коалицию с «зелеными» и «либералами». Будущий канцлер будет выбран большинством голосов нового парламента. А это значит, что русско-немецким отношениям еще предстоит проверка на прочность. В целом, объем, качество наших взаимоотношений кардинально изменились, конечно, в лучшую сторону. Но я хочу выразить надежду на то, что и после выборов, после смены правительства эта тенденция будет сохранена. Ариатна Кугушева, Универньюз. Казань посетил вице-консул Генерального консульства Исламской республики Иран Масуд Малаи. Во время визита в Казанский федеральный университет состоялась встреча вице-консула с иностранными студентами КФУ, где обсуждались вопросы поступления и обучения иранских студентов в стенах вуза. В очередном выпуске программы «Смотрите, кто пришел» вместе с Сергеем Осиповым, главным врачом университетской клиники, обсудили важные вопросы о COVID-19. С начала пандемии коронавируса многое изменилось. Методы, которые работали раньше, уже слабо действуют. В истории человечества не было еще такой быстрой изменчивости вируса, говорят врачи. Сейчас дозировки препаратов нужно применять в три раза больше, чем в то время, когда эпидемия только начиналась. На сегодняшний день мы видим пациентов, у которых могут быть практически идеальные анализы. Биохимические, клинические и при этом достаточно серьезные поражения легких. Плюс те препараты, которые мы используем, которые стали использовать где-то начиная с июня прошлого года, вышли клинические рекомендации. Мы стали работать этими препаратами. Они стали либо хуже работать, либо перестали работать вообще. Стоит отметить, что если ранее в большинстве случаев болело только старшее поколение, то сейчас вирус поражает и молодых людей, и даже детей. Вирус, во-первых, сдвинулся в молодую часть населения. Во-вторых, цитокиновый шторм, если он раньше был четко один, сейчас их может быть и 2 и 3. Если ты вовремя не вмешался, вовремя правильно не вылечил. Ну и, соответственно, длительность этого шторма, она достаточно большая. Плюс резистентность к терапии, которая сейчас применяется во всем мире. Также в рамках программы Сергей Осипов отметил, что очень многие люди считают, что они перенесли ковид, потому что у них была симптоматика, которая описана в интернете. Но оперировать нужно все-таки фактами. А факты – это антитела. Хотя любой человек с высокой температурой в условиях современной реалии может являться потенциально ковидно больным. И первое, что должен сделать человек – самоизолироваться. Сообщить в поликлинику о том, что у тебя заболевание, к тебе придут, да, сейчас огромное количество вызовов, но к тебе все равно придут, тебе все равно помогут, тебе выпишут бесплатные медикаменты. Тема коснулась безусловной вакцинации. По словам Сергея Осипова, люди в России избалованы, потому что у нас есть вакцины, но люди не идут. А во многих других странах мира вакцины нет. И жители стоят в очередях месяцами для того, чтобы привиться. Сейчас мы видим, что люди, которые прошли вакцинацию, болеют, но болеют легко. И вот это самое главное. То есть вакцина от ковида, точно так же, как вакцина от гриппа, не защищает от самого заболевания, но дает тебе практически стопроцентный шанс пережить эту эпидемию. Сергей Осипов предупреждает, врач не может помочь пациенту, если пациент сам не хочет, чтобы ему помогли. Винджи Минибаева, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете завершилась акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». По результатам мероприятия 120 добровольцев вошли в регистр доноров костного мозга. Отметим, КФУ стал главным вузом участников пилотной акции в Татарстане. В КФУ возобновил работу колл-центр по вопросам здравоохранения. Работники центра занимаются мониторингом здоровья. Все подробности в следующем сюжете. Что делать, если вы почувствовали, что не различаете запахов? Как отличить ковид от обычной сезонной простуды? И как можно записаться к врачу в университетскую клинику? На эти все вопросы и на многие другие вам ответят в колл-центре медиков Казанского федерального университета. Добрый день, я сотрудник колл-центра КФУ. У меня зовут Евгения. Чем я могу вам помочь? Позвонив на горячую линию, можно узнать о том, какие действия нужно предпринять при первых симптомах ковида. Где можно сделать ПЦР-тест? Какие лекарства можно получить бесплатно? Помимо адресной доставки медикаментов и информирования сотрудников КФУ, колл-центр еще и занимается мониторингом здоровья. Колл-центр обзванивает сотрудников КФУ, у которых положительный тест на ковид. И мы обзваниваем их раз в три дня, спрашиваем у них самочувствие, все ли у них есть, какие проблемы у них есть, и как мы постараемся их решить. Горячая линия была создана по инициативе ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова в ноябре прошлого года. Позвонить на горячую линию можно по будням с часу до трех. Телефон горячей линии 206-55-07. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Александра Шестакова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!